Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают В содействии внедрению аудита эффективности И развитию стратегического аудита В деятельности счетной палаты Тульской области Кроме того, коллегия утвердила Оперативный отчет о ходе исполнения Бюджета союзного государства За январь-март 2010 года И внесла изменения в содержание Направления деятельности возглавляемых Аудиторами счетной палаты 17 июня состоялся российско-болгарский Семинар контрольных ведомств двух стран Счетной палаты Российской Федерации И счетной палаты Республики Болгария Который был посвящен вопросам противодействия коррупции На нем выступили главы ведомств Сергей Степашин и Валерий Димитров Выступая с докладом о роли Главного контрольного ведомства В разработке и реализации Национальной антикоррупционной стратегии Сергей Степашин также высказал ряд предложений По организации работы комиссии Интасаи по противодействию коррупции К сожалению, комиссия, которая есть в рамках Интасаи По противодействию коррупции Она, кстати, создавалась по инициативе Счетной палаты еще в 2001 году Когда в Корее проходил очередной конгресс Она как бы живет своей жизнью Интасаи своей жизнью, а коррупция своей жизнью То есть бюрократия, что в наших странах Что в международном плане, она примерно одинаковая И вот она-то является, мне кажется, самым главным Тормозом противодействия коррупции Поэтому я думаю, что если мы вместе С учетом нашего сегодняшнего семинара В рабочем порядке, наверное, на конгрессе Теперь уже или на управляющем совете Я член управляющего совета Интасаи Инициируем еще раз вопрос Перед секретариатом Интасаи Перед конгрессом О необходимости активизации работы этой комиссии И совместной работы Большинства стран Я думаю, это было бы правильно В работе семинара приняли участие Аудитор счетной палаты Александр Жданьков А также представители российских правоохранительных органов О мерах государства по борьбе с коррупцией Рассказал в интервью телеканалу «Россия-24» Руководитель аппарата счетной палаты Сергей Шахрай Принципиальные вещи президента Это апелляция к гражданскому обществу Потому что можно писать любые законы Но если нет в парламенте оппозиции И если нет независимых средств массовой информации С коррупцией бороться бесполезно И в этом плане президент Несколько пунктов сформулировал Как раз даже по обучению Членов общественных организаций Чтобы они включились в противодействие коррупции В борьбу Наверное, вот это самое интересное В принятых Государственной Думой 18 июня Поправках в закон о федеральном бюджете на 2010 год И на плановый период с 2011-2012 годов Заложена инфляция на уровне 6-7% Это на 2% пункта меньше, чем в прошлом году Председатель счетной палаты Назвал новые макроэкономические прогнозы Заложенные в бюджет очень напряженными За первые 4 месяца текущего года Инвестиции в основной капитал В сравнении с аналогичным периодом Предыдущего года сократились более чем на 2% Было бы весьма актуальным Стимулировать внутренний инвестиционный спрос За счет активизации инвестиционных программ Крупнейших промышленных компаний с госучастием Аудитор Сергей Рябухин Представил коллегии счетной палаты Материалы проверки отчетов Об исполнении бюджетов субъектов федерации В них отмечается, что высокодетационные Субъекты федерации продолжают находиться В жесткой финансовой зависимости От федерального бюджета Уровень такой зависимости в течение последних трех лет Не сокращается И составляет в среднем 90% в бюджетах Чеченской республики И республики Ингушетия 75% в республиках Дагестан и Тыва При этом обеспеченность региональных бюджетов С собственными доходными источниками Составляет в среднем от 10 до 25% Проверка показала, что утвержденные методики расчетов Распределения субвенций регионам Требуют внесения соответствующих корректировок В этой связи характерно интервью Президента республики Южной Осетии Эдуарда Какойты Программе недели телекомпании РЕН А что происходит сейчас со средствами, которые выделяет Россия На восстановление республики? Есть моменты, которые препятствуют более эффективному строительству Вот эти вопросы мы обсуждали и с представителем правительства Российской Федерации Владимир Владимирович Путин Мы об этом говорили очень откровенно Вот почему-то они сразу же перешли в такую атаку Наступление на нас Но почему-то, когда по нашему приглашению сюда приехал Председатель счетной палаты Российской Федерации Степашин Четверо сразу же свернулись и уехали из Южной Осетии Степашин потом приехал и опубликовал доклад, в котором сказано, что средства разворовываются Сроки восстановления сорваны Ну, я это прекрасно понимаю и знаю, что говорил Степашин Но ведь там не называлось то, что это Южная Осетия, разворовывается 21 июня президент России Дмитрий Медведев По итогам проверки, проведенной Генеральной прокуратурой и контрольным управлением президента России Выявившей недостатки в работе федеральных органов исполнительной власти и администрации Волгоградской области При проектировании, строительстве и эксплуатации мостового перехода через Волгу Поручил счетной палате к сентябрю текущего года проверить эффективность расходования денежных средств на его строительство Итоги проверки эффективности использования средств федерального бюджета и внебюджетных источников финансирования Направленных на подготовку и проведение 21-х Олимпийских игр и 10-х Паралимпийских игр 2010 года в Анковере Будут представлены сегодня, 28 июня, председателем счетной палаты Российской Федерации Сергеем Степашиным На заседании Президиум Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта Подготовкой материалов к докладу занималась инспекция по контролю расходов федерального бюджета на культуру, спорт, кинематографию и средства массовой информации Были проверены 7 ведомственных и коммерческих организаций, запрошены информации у всех без исключения субъектов Российской Федерации В итоговом 82-страничном документе говорится о системных нарушениях в организации процесса обеспечения подготовки российских спортсменов Совещание по проблемам расходования средств на охрану биоресурсов Азово-Черноморского бассейна прошло в Ростове 22 июня Осенью 2009 года аудиторы России и Украины начали совместную проверку Результаты назвать катастрофическими нельзя, но в этой сфере выявлены серьезные проблемы, включая неурегулированные межгосударственные вопросы Параллельная проверка должна быть завершена до конца 2010 года Очень важный вопрос взаимодействия, что совместный бассейн, которым является Азово-Черноморский бассейн для двух стран Не является зоной совместного регулирования рыболовства Каждая страна регулирует его и контролирует отдельно Причем есть серьезные различия Скажем, регулирование со стороны Украины происходит только на берегу А то, что происходит непосредственно в море, ну, отдано на откуп рыбакам В конце прошедшей рабочей недели делегация счетной палаты во главе с председателем Сергеем Степашиным посетила с рабочим визитом Эстонскую республику и город Таллин Программы визита были запланированы встречи главы российской счетной палаты с государственным контролером Эстонии Микхельмом Авиром и с государственным контролером Латвии Ингуной Судрабой Кроме того, Сергей Степашин проведет переговоры со спикером парламента Эстонии Энни Эргма и министром экономики и коммуникации Эстонии Юханом Партсом В то же самое время, находящийся с официальным визитом в Соединенных Штатах Америки президент России Дмитрий Медведев посетил Силиконовую долину, где в офисе компании Твиттер открыл свой микроблог Уместно отметить, что такой же блок есть и у счетной палаты. Он открыт еще в октябре 2009 года Друзья, из Центра Америки, из телевизионного технического центра Александр Сергеевич Леонидов И, ну, встать вот Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok